Сюжет футболиста карьеры полностью вымышленный. Всякая сходца с реальными событиями является абсолютно случайным. Под этим видеороликом. Ждут вас комментарии, лайки. Ну и также не забывайте подписываться на мой канал. Давайте добьем уже 500 подписчиков. Буду вам очень благодарен. Ну а мы продолжаем нашу карьеру за игрока. Сегодня у нас получается октябрь и ноябрь в нашем сегодняшнем выпуске. Почитал я ваши комментарии. Вы не думайте, что я забрасываю ваши комментарии. Нет. Как вы видите, я постоянно даже пролайкиваю. То есть отсматриваю. И были комментарии по поводу того, что сделать матчи чуть подольше. И в выпуске делать их чуть поменьше. Но насчет этого я немножко не согласен. Я придерживаюсь того формата, который у меня был и в FIFA 20 карьеры за игрока. Поэтому я оставлю все так же. Матчи будут столько же. То есть примерно по 2 месяца мы будем за выпуск отыгрывать. Ну а насчет моментов я не знаю. Но они создаются. Я пытаюсь и так не нагружать ролики. Именно по карьере за игрока показываю. Только вот голы и все на этом. Также меня просили сделать бороду, как у Неймара. Пожалуйста. Ну не такая, как у Неймара. Но все-таки попросили сделать бороду. Поэтому почему бы и нет. Вот такая вот борода теперь у нашего футболиста. Сейчас прозвище прям вообще замечательно подходит к нему. И сегодня у нас интересные, конечно, матчи. Будет в Лиге Чемпионов. Как раз он против Реалса Седада. Ну что ж, давайте начинать. Играем мы первый матч против Нима. Они идут на седьмой строчке. У них 8 очков. Посмотрим, как сложится у нас игра. Как у них сложится. Посмотрим на их голкипера. 71 рейтинг известных игроков. Здесь, к сожалению, я вообще не вижу. У нас вот такой интересный состав. Мы заряжены. Поехали. Итак, Ним против ПСЖ. Чемпионат Франции. Посмотрим, как мы отыграем при новом для себя имидже. Также поменял там некоторые празднования. Обязательно вы их увидите, если мы, конечно, забьем гол. Криштиану. И пробьем. И это гол. Отлично. 54-я минута. 1-0. Выходим вперед. И это очень даже замечательно. Очередной гол мы забиваем. Еще и в стеночку так с Криштианой получилось отыграться. Ну и хороший удар в ближний, нижний угол. И какой голешник, а? Какой голешник. 63-я минута. Мы забиваем дубль. Замечательно. Новое вот такое интересное празднование еще. И какая передачка. А это мой шанс сейчас забить хэтрик. И мы забиваем мой первый хэтрик за ПСЖ. Замечательно. У меня был хэтрик за Локомотив. У меня был хэтрик за Ювентус. У меня был хэтрик за сборную России. И теперь вот хэтрик за ПСЖ. Ну, правда, за сборную был покер. Но это не суть. Все-таки хэтрик же мы тоже тогда забивали против Кореи. Вот. До определенной минуты это был хэтрик. Ну, вот сейчас замечательно. Разобрались с ним на выезде. Забиваем им три мяча. И супер все. Все замечательно. И все, заканчивается матч. Мой хэтрик приносит нам победу над нимом. Замечательная победа. Четыре удара в створ. Три гола от нас. С 8,5 я получаю оценку. Теперь у нас 6 побед из 6 пока что и 15 забитых мячей. Замечательно. Итак, у нас 10 матчей. 10 забитых мячей за сезон. Я одна пока что голевая передача. И 134-й гол мы забили в Корере. Также прокачали, как я вижу, центрального защитника. Так что, заст у нас последняя позиция. Сейчас нам напишут, наверное, про вратаря. И все на этом мы можем сыграть с вами абсолютно на любой позиции. После того, как, наверное, сыграем в топ-5 лигах во всех. Вот, все. Мы можем с вами заиграть там уже на абсолютно любой позиции. Кому интересно было карьеру за вратаря, то, пожалуйста, нам 56 дней. Ну, кстати, да, серьезно, все-таки из нападающего в вратаря трудно перейти. Ну что, сейчас у нас Кубок Франции. Давайте посмотрим. Играем мы против Гренобля Флуд 38. Что вообще за команда? 66 у них голкипер. Ну что же, посмотрим, поехали. Итак, Кубок Франции. Вы, зная, снова у нас игра. Ну и замечательно. Сейчас просто никто не подходил. И мы забиваем. Очень странный гол, конечно, получился. Но все равно залетает. 47-я минута. 1-0. Мы выходим вперед в Кубки Франции на выезде. Может быть, в этом году хотя бы. Ну, здесь непонятно было, почему защитники вообще не побежали на этот мяч. И еще и вратарю прям подмышку пустили. Надеюсь, хотя бы в этом году мы не вылетим на таких уж ранних стадиях. И вообще постараемся выиграть Кубок Франции. Удары. Это гол. Забивает Каусевский. Со счетом 2-0 мы теперь обыгрываем команду с номером 38. Замечательно. Ну, мы пропускаем. 71-я минута. Уменьшают преимущества. Итак, минимальная победа на выезде. Со счетом 2-1. Благодаря моему голу. И голу Кулусевским мы выигрываем. Один, в общем, момент создали. Гренобль Фут 38. И у меня оценка 7-5 за матч. Итак, дальше, я так понимаю, по сути мы сыграем против Бордо. Я не понимаю, что это за стадия. Наверное, на 1-8 там будет. 97-й мы, кстати, рейтинг получаем. Забили 11-й гол в сезоне. 135-й гол в карьере. Итак, сейчас у нас игра в Лиге Чемпионов. Давайте посмотрим, как у нас обстоят там дела в группе. Как раз сейчас все у нас здесь спокойно. Из-за того, что проиграли Юнг Бойсу, у нас равная группа. А после двух туров и сейчас игра как раз против Реал Соседада. Они что-то заняли первую строчку. Надо их оттуда быстро снимать, а то зазнаются парни. Реал Соседад против ПСЖ. У них Исак в нападении. Лукас Васкис. В общем, интересная, конечно, команда. Но мы посмотрим. Мы все-таки с 97-м рейтингом теперь. Реал Соседад ПСЖ. Поехали. Итак, Реалы Арены. Наверное, так реально и называется у Реал Соседада. Третий тур у нас Лиги Чемпионов. Нам придется играть против Реал Соседада. Два матча подряд в Лиге Чемпионов. Третий и четвертый тур. Интересная на самом деле команда. В Испании я поиграл против... Получается, сейчас это наша третья команда. Первая была Сивилиан. За Локомотив мы тогда играли в Лиге Европы. В 1-16 нам попалась. И против Барселоны. Мы играли за Ювентус. На стадии, если я сейчас ничего не путаю, 1-8. Так, Криштиану на меня выдает. И это 1-0. Мы на 46-й минуте выводим ПСЖ вперед. Выездная, причем игра. Но замечательно. И все, заканчивается матч. Минимальная наша победа. Забили мы единственный мяч в этом. Пока что, одноматчевом противостоянии. Здесь, как вы видите, владение практически было за нами. Что и владение мячом, что и удары. Контролировали игру. Ну и я так... Мое мнение, что заслуженно победили. Тоттенхэм 4-1 вынес Йонг Бойс. И сейчас Тоттенхэм идут на второй строчке. Из-за там, я так понимаю, очного противостояния у нас. Забили мы 12-й гол в сезоне. И 136-й в карьере. Итак, сейчас у нас игра против Бордо. Между прочим, нам именно вроде как с Бордо придется играть в Кубке Франции. Поэтому тоже это интересная проверка будет сейчас. Так, что у них по голкиперу? 74-й. У них Ларан Косельни. Косельни. Без разницы, как до сих пор играет. Но уже, скорее всего, молодой. Потому что рейтинг у него вырос в 80-е уже. Поэтому так, формы, формы. Надо какие-нибудь другие светленькие поставить для Бордо. Поехали. Итак, Konami Stadium. PSG против Бордо. Матч чемпионата Франции. Пока что мы в сегодняшнем выпуске абсолютно в каждом матче забиваем. Меня это не может не радовать. Будем стараться и дальше. Вот теперь Неймар на поле. И так что два бородатеньких таких нападающих за PSG выступают. И на Крещану отлично отдал я передачу. И он не выкатил, но он забил. Хотя бы отлично. Голевую передачу отдали на Криро. 24-я минута. 1-0. И все. Минимальная победа. Сглазил я в начале матча, что забиваю уже третий матч подряд. Ну и вот. Но хотя бы без результативного действия я не ушел. Отдал голевую передачу на Крещану Роналду. Я надеюсь, она сейчас засчиталась. Да, все замечательно. 1-0. Обыгрываем Бордо на домашнем стадионе. 16 забитых мячей за 7 матчей. Ни одного пропущенного. Просто замечательно. Моя вторая голевая передача в сезоне. 74-я в карьере. Итак, сейчас у нас игра против Меца. Первая строчка играет против второй. Правда, мы сейчас еще и на выезде играем. Посмотрим, что у них за голкипер. 63-й. Известных игроков. Ну, Фафана, Сабали, Диало. Таких буквально вот знаю. Но у нас ничуть не хуже состав. Намного даже дороже и лучше. Мец против ПСЖ. Поехали. Итак, Мец против ПСЖ. Очередной матч у нас чемпионата Франции. И пока что неплохо мы так выглядим в сегодняшнем выпуске. Неплохой проходик, конечно, получился. И Криштиану. Да, Борис. Отдает. И удары это гол. Отлично. 20-я минута. 1-0. В ближний, нижний угол пробили. Вообще замечательно залетает мяч. Супер. Криштиану. Отлично. Здесь Хон Бернат. И подачка. И. И это гол Криштиану Роналду. Отлично. 28-я минута. 2-0. Моя голевая передача снова на Криштиану Роналду в этом сезоне. Криштиану отдает передачу. И мы забиваем дубль. Отлично. Дубль плюс голевая передача за сегодняшний матч. Ну, а Криштиану отдает две голевые. Сам забивает с моей. Ей причем голевой. Поэтому мы просто на пару с Криштиану сегодня три мяча забили. Замечательно. И все, заканчивается матч. Разгромная победа 3-0 на выезде над Метцем. Мой дубль. Плюс одна голевая. Три удара в створ. То есть все удары в створ летели. Отлично. У нас теперь отрыв в 7 очков. Новый лидер у нас на втором месте. Талили. 14-й гол в сезоне. Третья голевая передача в сезоне. И 138-й гол в карьере. И 75-я голевая передача тоже в карьере. Итак, сегодня у нас интересный матч. ПСЖ против Олимпик Марсель. Который находится сейчас ниже 10-й строчки. Но посмотрим. Все равно команда интересная. Можно даже сказать определенного рода это дерби. Состав у Марселя выглядит таким образом. Интересный, конечно. Но мы, естественно, сейчас постараемся их обыграть. Тем более дома. Поехали. ПСЖ против Марселя. Наша домашняя игра. Посмотрим, как мы сегодня отыграем. Соперник на самом деле серьезный. Но по ситуации в турнирной таблице этого и не скажешь. Потеря очков. Давно у нас такого не было. Но вот ничья против Марселя. 0-0. К сожалению. И это наша первая потеря очков в чемпионате Франции. Итак, сейчас у нас Лига чемпионов. Четвертый тур. Игра против Реал Соседада. Нужно брать в этом матче, мне кажется, 6 очков из 6. Сейчас у нас 3 очка в активе против Реал Соседада. Но нужно все-таки перед болельщиками. Зато поражение от Юнг Бойса. Все-таки, мне кажется, заслужить снова доверие. Поэтому нужно обыгрывать сегодня. Тем более домашняя игра. Поехали. Итак, ПСЖ против Реал Соседада. Четвертый тур Лиги чемпионов. Важная игра. Поехали. Так, неплохо. И еще и забиваем. На первых минутах первая же наша атака, первый мой удар. Где-то гол. 1-0. Замечательно. И все, заканчивается у нас матч. Снова минимальная победа благодаря моему единственному забитому мячу. Мы побеждаем снова Реал Соседад. У нас 6 очков в противостоянии против Реал Соседада. Тоттенхэм обыгрывает Юнг Бойс. И вот такие вот дела. Если мы обыграем Тоттенхэм, то точно уже в их противостоянии мы выйдем с первой строчки. Но надо еще и Юнг Бойс снова постараться все-таки взять у них реванш и обыграть. 15-й гол в сезоне. 139-й гол в карьере. И сейчас у нас игра против Лориена. Они идут ниже 10-й строчки. Голкипер у них 67-го рейтинга. Поехали. Итак, Лориен против ПСЖ. Матч чемпионата Франции. Поехали. Прошла подача. Это гол. Кулусевский забивает. Отлично. И все. Минимальная победа. Кулусевский забил с моей подачи. Отлично. 1-0. Побеждаем на выезде. Четвертая голевая передача за сезон. 76-я голевая передача в карьере. Так. Мы сегодня в старте. У нас игра против сборной Бельгии. Мы ее пропускаем. 1-3 мы проигрываем. И игра против сборной Талии. Мы побеждаем 4-1. Здесь-то мы, конечно, здесь-то мы, конечно, мы еще и хэт-трик сборной Италии забиваем. Без проблем. Но вот на чемпионате Европы, на чемпионате мира мы, к сожалению, не можем их обыгрывать, конечно. Ну что же, сейчас у нас домашняя игра против Реймса. Они идут ниже 10-й строчки. Ну и давайте посмотрим на их голкипера. 7-9, кстати, неплохо. Ракович. Будет тяжело, конечно, забить. Но мы постараемся. ПСЖ против Реймса. Поехали. Канами стадиум. ПСЖ против Реймса. Очередной матч чемпионата Франции. Поехали. И нас впервые, кстати, за долгое время заменили. И Карди вместо нас вышел. И все, заканчивается матч со счетом 0-0. ПСЖ расходится с Реймсом. Две ничьи у нас вроде, я не помню, подряд или нет в чемпионате. Но за этот выпуск уж точно вот это вот обидно потеря очков. Итак, сейчас у нас игра против Нанта. Они идут, кстати, на третьей строчке. Тоже интересная будет борьба. У них 69-й голкипер, поэтому проблем особых нам не доставит. Нант против ПСЖ. Поехали. Итак, Нант против ПСЖ. Бург Стадиум. Приветствуют нас. Постараемся сегодня обыграть команду с третьей строчки. И 1-0. Отлично. Камовинга забивает. Мы выходим вперед. Итак, у нас минимальная победа над Нантом. На выезде, благодаря голу Камовинги, я не поучаствовал в этом матче практически никак. Ни гол, ни голевую не отдал. И Камовинга 7-5 оценку получает. У нас лидерство в 5 очков. Лиль наступает нам на пятки. Итак, сейчас у нас игра в Лиге Чемпионов. Давайте посмотрим на нашу данную ситуацию в группе Лиги Чемпионов. И он будет занимать четвертую строчку. Нужно нам их обыгрывать, потому что у них единственная победа. И то над нами. Ну, это просто мы были как-то не готовы к ним в первом туре. Но сейчас мы должны постараться и забить. Пассажир против Юнг Бойса. Поехали. Итак, пассажир против Юнг Бойса. Пятый уже, да, тур Лиги Чемпионов. Поехали. Неймар. Неплохо. И мы забиваем. Мы забиваем ворота Юнг Бойса. И это замечательно. 1-0. 19-ая минута. Ну и замечательная голевая. Сейчас Неймара прошла. Я уже думал, не дойдет такое. Но нет. 53-я минута. 2-0. Выносим Юнг Бойс у себя дома. Камабинга. И мы забиваем. Просто наказываем сейчас Юнг Бойс. Вот так вот. К пятому тур мы уж точно были готовы. И разносим их сейчас 3-0. Дубль плюс голевая за этот матч. Здесь замечательная камабинга прошел. На меня отдал защитникам. Вообще непонятно, что я здесь хотел сделать. Ну и мы забиваем второй мяч в сегодняшнем матче. И все. По этим эмоциям, которые я сейчас переживаю, как вы видите. Пассажир проходит в плей-офф Лиги Чемпионов. Надеюсь, в этом году у нас получится выиграть этот трофей. Потому что в прошлом году я получил, к сожалению, травму перед ответной игрой в 1-8. Ну а так. 3-0 вынесли Юнг Бойс. Забили дубль. Отдали одну голевую. Все замечательно. Ну и все. Мы с Тоттенхэмом выходим дальше. Супер. 17-й гол в сезоне. 5-я голевая передача в сезоне. 141-й гол в карьере. И 77-я голевая передача в карьере. Итак, последний матч на сегодняшний у нас выпуск. Это матч против Сан-Тетьена. Они идут на 5-й строчке. У нас отставание, точнее, лидерство над ними в 11 очков. Форма все замечательно. Поехали. Итак, ТСЖ против Сан-Тетьена. Последний матч на сегодняшний выпуск. Очередная игра в чемпионате Франции. Поехали. И это 1-0. 37-я минута. Получилась все-таки вот эту скидочку на меня. Чтобы она прошла. Замечательно. И все. Минимальная победа над Сан-Тетьеном. С счетом 1-0. Мой гол все и решил. Оценка 7-5 за матч. 18-й мой гол уже за сезон. 142-й гол в карьере. Итак, снова я получаю уже третий год подряд. Награду лучшего футболиста мира. Третий мой золотой мяч. Просто выиграв, получается, чемпионат Франции в прошлом сезоне мы стали лучшим футболистом мира. Кто-то скажет сейчас незаслуженно, что либо чемпионов ты не выиграл со сборной, ничего такого. Ну, это не я сам себе награду это выписал. Поэтому вот. Вот такие вот у меня статы, кому интересно, потому что многие все равно спрашивают, что у тебя там за статы, все такое. Вот, вам сейчас показал. Все на этом, ребята. Всем спасибо большое за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы. С вами был Андрей, канал Футбол. Это Жизнь. До новых встреч, друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok